здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале russian soul и с вами марина ну кто смотрел мои видео в курсе что неделю назад я приобрела два клематиса садовом центре и вот вчера я купила еще шесть клематисов вот так они выглядят посмотрите я конечно выбирала потому что они находятся в загоне буквально на нижних полках стеллажи в тесноте и выбирать надо было просто знать где они стоят я знала искала специально все вот эти клематисы третьей группы обрезки то есть те что цветут на побегах текущего года я не знаю как произносить некоторые названия поэтому позориться сильно не буду вот это клематис голубой blue angel это клематис пурпурный вильдельон но я как бы уже про эти сорта начиталась так это клематис мадам джулия корова это еще клематис джакмани синего цвета ведь они все разные мы специально подбирала разные потому что мне так нужно так здесь я с картинкой вам не покажу эту альвеолет это фиолетовый клематис вопросу в другой упаковке был я уже распаковала и эрнест ма маркман марк хамли но не буду произносить не знаю как вот в таком виде это по моему темно-красный клематис я их уже изучила прогуглила все все точно знаю как и что поэтому сейчас я покажу что с ними буду делать это не означает что это же самое должны делать вы я не большой знаток клематисов у меня растут и цветут два с половиной клематиса правда два из них цветут великолепно просто чудесно один на даче другой здесь возле крыльца и значит я все сделала с ними правильно поэтому сейчас я ну как бы покажу то что делаю я а как вы будете поступать со своими клематисами тоже ваше дело ну я возьму один клематис с одной упаковки другой другой сейчас вот вам какой-нибудь из них покажу как что я буду делать вот смотрите здесь он находится в торфе и корневая система уже вот из дырочек горшка вся повылазил нам нужно его аккуратно вытряхнуть из этого торфа чтобы ничего не поломать вот я постараюсь сейчас это сделать здесь вот еще такая бирка с которой я никогда не встречалась поэтому я даже не знаю как ее вынуть эту бирку но мне нужно вынуть клематис мне нужно вынуть растение я его как-то вот вытряхну буду очень стараться ничего не поломать отлично пошло что мы видим прекрасные корни прекрасная мощная корневая система которую можно немножко распутать так как они здесь скрутились возьмем горшочек побольше чем тут в котором жил клематис и чуть-чуть не буду все чуть-чуть вытряхну торф транспортировочный вот этот ну не помешает я не хочу сильно тревожить корни растение уже видите дало побеги пошло в рост ну как я понимаю по состоянию корневой системы это двухлетний клематис я беру горшок вот у меня есть такие вот такие горшки смотрите и примерюсь входит не входит ну входит с трудом то есть по глубине получается такой же как был транспортировочный значит нужно горшок взять еще глубже чем этот минуточку сейчас я найду и давайте сделаем так чтобы я вас не задерживала вы уже поняли что нужно просто больше горшок я покажу на маленьком горшочки также вот вытряхиваем из транспортировочного горшка вот не знаю как насчет двухлетки на двухлетку не очень похож возможно прошлого года посадки клематис укоренение вот мне здесь знаете что не нравится вот эта таблеточка в котором укоренялся я оболочку это калина калина рвется в теплицу и поэтому нам не испортить здесь лук она же сейчас начнет тут лазить валяться и мне может испортить лучок так они на придется открыть наш не даст снимать вот смотрите что я аккуратно не повредить потому что такое нежные растенец и берем я возьму побольше горшок здесь у меня очень хорошая почва в теплице поэтому не мудрство и лукаво основную почву я все равно приготовлю уже в большой яме для четырех клематисов она у меня уже приготовлено сделанным поэтому я вот просто из отсюда из грядки насыплю почву у меня здесь замечательно насыплю почву в горшочек аккуратно погружаем растеницы сюда и обязательно присыпем корневином вот у меня есть корневин для образования впитывающих корешков ну так чуть-чуть не раздумывая сколько ничего страшного видите как вот хорошо так опудрила так все в этом горшке растение будет дожидаться высадки в открытый грунт в яму и сейчас я его сюда аккуратно закопаю как я готовлю яму для клематисов яма роется глубокая вырыли 60 на 60 на 60 яму заправляли перегноем торфом торф нельзя но его нужно же раскислять коленики отсюда обязательно много золы и доломитовой муки так как клематисы не любят закисленную почву и нужен лучше даже в сторону щелочного пиаш почвы все я посадила пока я его больше никак тревожить не буду а когда буду высаживать уже в яму я вам покажу как я буду это делать и польем теплой водой светоспорина вот я принесла из дома так это хорошо слишком заливать не буду полила и верну назад палочку хотя тут пока цепляться нечем этот старый побег не бирочку чтобы не потерять опознавательных знаков то же самое я сделаю со всеми другими пятью растениями пересадив их в более глубокий горшок еще даже немножко надо примульчировать чтобы не пересыхало и закопаю горшок в почву здесь в теплице как это сделала с предыдущими покупками с предыдущими клематисами вот так вот а этот я сейчас найду горшок побольше чтобы свободно вошла корневая система будет узкий но длинный и точно также его посажу в этот горшок и они у меня до середины мая возможно ну пока совсем не станет тепло будут жить здесь теплицы прикупанные в горшках расти развиваться а потом уже получит свое постоянное место ну и мы с вами их вместе будем сажать вместе наблюдать за развитием и наслаждаться их цветением я вам все покажу ну вот сегодня у меня такая задача прямо сейчас сейчас придет муж сделает автооткрывание форточки в теплице сейчас здесь очень жарко наверное градусов 35 не меньше я хотя форточку приоткрыла все равно очень жарко ну вот все всего вам доброго до новых встреч до новых встреч